Максим Пудовкин, старший научный сотрудник кафедры квантовой электроники и радиоспектроскопии Института физики Казанского федерального университета. Родился в 1989 году 12 ноября в Зеленодольске, где закончил с отличием гимназию, а после выбрал КФУ как свою альмаматор. В 2013 он закончил Институт физики по специальности радиофизика и в этом же году поступил в аспирантуру по направлению физико-конденсированного состояния, где началась его научная деятельность. Путь, наверное, каждого студента начинается с того, что необходимо писать курсовую. И я был с разными научными руководителями и в итоге остановился на лаборатории, которая находится как раз в главном здании, где мне больше всего понравилось. Я решил остаться в аспирантуре. И дальше, учитывая, что наша лаборатория, наш кафедр и вообще Институт физики, он очень тесно связан и с химиками, и с биологами, и с другими организациями, в том числе Академии наук, мне пришлось взаимодействовать с различными людьми, специалистами в разных сферах. И это очень сильно увлекло и позволило как-то наметить свою собственную такую дорогу в этом направлении. Научная работа оказалась междисциплинарной и включала в себя химический синтез нано- и микролюминофоров, исследование их люминесцентных свойств и исследование их биологической активности. По итогам исследования была защищена кандидатская диссертация по специальности биофизика, темой которой было создание нетоксичных температурных наносенсоров для промышленного и биомедицинского применения. Максим продолжил развивать этот междисциплинарный подход для создания температурных наносенсоров и наносенсоров, позволяющих определять сверхнизкие концентрации искомых молекул в рамках НИЛ гибридные оптические сенсоры. Получается, что в современном мире существует большое количество методов обнаружения, например, концентрации какой-то молекулы в каком-то растворе, либо измерения температуры. Однако в современном обществе, помимо развития технологий, существует потребность, например, определения очень низких концентраций молекул. Это буквально пикамоль на литр, то есть это когда расстояние между молекулами составляют десятки микрометров. Это очень небольшое количество молекул, и в пробе их нужно обнаружить. А вторая потребность — это как раз измерение температуры в какой-то маленькой области, биологическая клетка, микротранзистор и так далее. Этим уже, для этих измерений нельзя делать традиционные какие-то разработанные технологии, нужно что-то новое. И поэтому в рамках нашей лаборатории, наш большой коллектив, включая меня, разрабатывает эти технологии. То есть первое – это температура. Есть такое явление, как люминесценция, я об этом покажу. То есть когда излучение, вернее, вещество переизлучает падающий свет, вот мы видим прекрасное, и вот эти вот различные в клубе палочки, которые гнутся и сверкают, это хемолюминесценция. И многие другие явления. Это явление подвержено влиянию извне. То есть при температуре оно может меняться. И поэтому мы таким образом пытаемся детектировать что-то вот на совсем клеточном уровне, на уровне маленьких транзисторов. Сейчас график Максима трудно назвать легким. Ведь нужно успеть и на работу в уже родную лабораторию, а потом прочитать лекцию студентам. Но он из тех, чьи амбиции и страсть к открытиям стали его сутью. Неутомимое стремление к знаниям помогло ему стать одним из самых многообещающих молодых ученых. На самом деле по расписанию все дни очень разные. Например, если у нас идет, вот сейчас будет лекция у меня стартовая, это, допустим, может начаться подготовки лекции. Но в целом, наверное, лучше обобщить. Смысл в том, что нам нужно, как ученым, всегда проводить исследования, делать публикации, то есть их обнародовать, и заниматься тем, например, что подавать на гранты. Плюс есть некие работы с нашей командой связанные, поэтому вот нужно по всем направлениям всегда стараться стрелять. И если так усреднить, то получается, что нужно стараться равномерно посвящать и исследованиям, и публикациям, и команде, и каким-то вопросам, связанным с закупками элементарно, с какими-то административными вещами. Максим Пудовкин является руководителем научно-исследовательской лаборатории «Гибридные оптические сенсоры» Института физики Казанского федерального университета. Вместе со своей командой они делают внушительный вклад для решения фундаментальных задач биомедицины и материаловедения. Лаборатория «Гибридные оптические сенсоры» основана на том, что мы анализируем сигнал люминесценции. Самый лучший пример — это, допустим, кристалл «Лантамфтор-3» с произойденным, который выручен в нашей лаборатории, нашими коллегами более старшими, является идеальным примером. Дело в том, что вещество может поглощать излучение, например, в какой-то коротковолновой области синий цвет, и переизлучать его в более коротковолновую область, например, оранжевый, желтый и так далее. Это явление, можно так вот, в общем слове сказать, люминесценция. Выглядит это примерно следующим образом. У нас есть синее излучение лазера, длина волны 444 нанометра. Мы, подставляя наш кристалл, видим, что здесь является такое оранжевое свечение, которое и есть та самая люминесценция. Эти свойства мы изучаем. В чем самый интересный момент? Дело в том, что если этот кристалл сделать наноразмерным, то есть это намного меньше, например, живой клетки какого-то транзистора, он также будет люминесцировать с небольшими, конечно, поправками, но тем не менее. Если, например, такой нано-кристалл находится при температуре немножко другой, то у нас условно цвет меняется, либо какие-то другие характеристики. Таким образом, мы можем, например, этот кристалл, поместив в маленькую часть какого-то объекта, попытаться измерить его температуру вот по сигналу люминесценции, естественно, заранее исследовав, как он зависит от температуры. Помимо прочего, Максим имеет гранты Министерства образования и науки Российской Федерации и Российского научного фонда по данной тематике. 42 публикации, входящие в базы данных Scopus или Web of Science. Его персональный индекс Хирша – 11. Он определяет научную продуктивность деятеля. Пример амбициозного и талантливого исследователя, чьи работы и открытия принесут множество преимуществ для науки и человечества. Он неутомимо исследует законы природы, открывая новые пути для будущих поколений ученых. Валерия Карташова, Александр Кузнецов, Универновости.